На них смотрите, реально страшно. Вот видите. Пойдем посмотрим, что у них на кровле. Обратите внимание, какой проем. А вот еще один нюанс. А вот эта же стенка только из соседней квартиры. Здесь пасутся коровы и лошади. Видим, что газоблок не доходит до монолитного перекрытия. Гидроизоляция, утеплитель пеноплекс. Стройку хотите увидеть, друзья? С одной стороны, все просто. Сделано аккуратно. Застройщик говорит, что здесь есть шумоизоляция. Мне, к сожалению, ничего не известно. Подтоптанная. Трубы будете прятать за занавесками у своих окон. Ну, все сделано до... Это А и Б. Ну, а как же без колючей проволоки? Не дай бог, мама с ребенком перелезет на ту сторону. Тропа на краю леса. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И сегодня я вам расскажу про жилой комплекс. Ясно, я не буду. Общую информацию о комплексе я не буду рассказывать. А расскажу самое основное и интересное. Так что слушайте внимательно. Комплекс расположен в Севолжском районе Ленинградской области. Примыкает к Ковалевскому лесу. Согласно информации с ресурса 47 News, глава Рослесхоза не выделил участки земли под строительство депо. Но я полагаю, еще лет 10 станции метро Янина ждать точно не стоит. В комплексе будет построено 3 детских сада и 1 школа. Дома строятся по монолитной технологии с мокрым фасадом на территории 43,2 гектара земли. Будет 41 дом, 8 этажей каждый. Фундамент у зданий с войны. До Мегадыбенко 13 километров пути. До ближайшей станции метро проспекта Большевиков 11 километров. Застройщик позиционирует эти дома как комфорт. У меня иное мнение. Застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик АВС-девелопмент с составным капиталом 20 тысяч рублей. Ближайшая Янинская школа 1987 года постройки находится примерно в 1 километре 300 метров от комплекса. На начало года в школе училось 1370 учеников ВДВС-мены. Но, полагаю, вопрос о том, есть ли свободные места, уже не стоит. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. Самое, конечно, классное, что все квартиры застройщик сдает с полной чистовой отделкой. Вам останется лишь завести детей и мебель. Однокомнатная квартира от застройщика стартует от 4 миллионов 159 тысяч рублей. Аналогичная квартира в уже сданном доме стоит от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Чем больше в комплексе студий и однокомнатных квартир, тем их, соответственно, больше приобретают для инвестиционных целей и под сдачу. Двух- и трехкомнатные квартиры, как правило, приобретают для жизни. А теперь внимательно смотрим на квартирографию комплекса. Преобладающее большинство – это студии и однокомнатные квартиры, которые составляют 67% от общего количества квартир. Двухкомнатные квартиры – 26% и трехкомнатные квартиры – 6%. К примеру, двухкомнатную квартиру в комплексе можно взять в аренду от 20 тысяч рублей в месяц. В комплексе будет 8113 квартир и 3300 машиномест. Высоту потолка в квартирах застройщик обещает 2 метра 70 сантиметров. Про шумоизоляцию в перекрытиях мне, к сожалению, ничего не известно. Класс энергоэффективности всех зданий А и Б – это значит высокий. Согласно проектной декларации, застройщик сажает не только кусты и траву, а также и деревья. Поговорил с жителями, жители сказали, что с апреля этого года открыт первый муниципальный сад, который построил застройщик. И это очень здорово. Тропа на краю леса. Ну что, пройдемся, посмотрим, что здесь. Лес, конечно, это очень здорово. Друзья, кто помнит вот эти штуки из детства? Смотрите. Они когда зрелые, только нажимаешь, они вылетают. Оп, нет, это еще не совсем спелая. Ну-ка это. О, да-да, вот эта штука, блин, класс. А вот и дома видны. Слушайте, вид, конечно, классный, супер. Лес – это вообще здорово. И основной плюс этого, конечно, комплекса – то, что он находится на границе с Ковалевским лесопарком. А вот и места для отдыха. И вот здесь, смотрите, как классно сделали. В одном таком же домике, там библиотека. Видите, кто-то вещи забыл. Слушайте, классно, молодцы. Можно посидеть, отдохнуть. Урны, большое расстояние между домами, детские площадки. При этом их здесь множество, и они все разные. Ну а как же без колючей проволоки? Не дай бог, мама с ребенком перелезет на ту сторону. Теперь с вами поговорим про сами здания. У всех зданий свайный фундамент. Монолитный каркас, фасадные стены из газоблока, потом идет утеплитель 100 либо 140 миллиметров, штукатурка, сетка, декоративная штукатурка и красят в разные цвета. Слышите звук? Вот это называется технология мокрого фасада. В таких домах очень тепло за счет базальтового утеплителя и плюс еще здесь газоблок. И поэтому эти дома имеют высокий класс энергоэффективности. Это А и Б. Это одни из самых высоких классов энергоэффективности. Ну и обратите внимание на таблички от застройщика. Очень красивые и стилизованно сделаны. Вижу открыт вход в цоколь. Здесь стоит поддон. Видны, что были следы воды. Закрыто. Закрыто. И что мы видим через окно? А через окно мы видим, что в подвале сухо. Входные группы практически в уровень землей. Ну, можно сказать, в уровень. Здесь такая ступень вообще небольшая. Такой пандусик под небольшим наклоном. Везде есть скамейка, есть урна, парковка для велотранспорта. В более новых проектах уже с остеклением все получше. Здесь большая площадь. Название парадной. Нумерация квартир. И этажность дома с названием, адресы и корпуса. Здорово. Заходим в подъезд. Они здесь все немножко разные. Есть которые на две стороны. Это, я полагаю, на одну сторону. Немецкий грузопассажирский лифт. Ну, все сделано достаточно стильно. Почтовые ящики. Видите, их совсем здесь небольшое количество. Здесь мы со ступеней такой небольшой сделаем пандус. Посмотрим. Может быть, это тоже, кстати, проходной подъезд. Обычный керамогранит. Ну, смотрится стильно и красиво. Ну, и практически. Отлично. О, а здесь, да, здесь у нас просто квартиры. А теперь поговорим про нюансы в квартирах. Межкомнатные стены из пазогребневых блоков. Стены к соседям из бетона, либо из силикатных блоков. Так что, соответственно, будет совсем разная звукоизоляция. Разводка системы отопления вертикальная. То есть, трубы будете прятать за занавесками у своих окон. Холодная вода, электричество, канализация от города. А вот горячая вода и отопление от индивидуальной котельной. Их в комплексе будет две. Значит, поднялся на самый последний этаж. Этаж номер 8. Первое, что нравится, большая площадь. Здесь выходишь, чувствуешь себя свободно. Мне нравится цвет стен. Достаточно все аккуратно. Нигде, например, на потолке смотришь, не видно протечек. Открываются, закрываются окна. То есть, здесь есть вентиляция. Они, как обычно, глухое поставят и все. И самое классное для меня, смотрите, вот они, лестничные марши. То есть, здесь обычная лестница с окнами. Нет никаких вот этих дурацких переходных балконов, которые просто уже избыток прошлого. И смотрите, вот створка окна. Ручку обычно ставят вот здесь. Здесь же застройщик сделал ее ниже, чтобы было удобно. Отсюда виден сам двор. Если обратите внимание на фасад здания, то здесь я, например, нигде не вижу, чтобы где-то облупилась краска, где-то что-то потрескалось, отвалилось. Все сделано. Вот, знаете, вот видно, сделано хорошо и сделано аккуратно. Не видно, на первый взгляд, каких-то проблем. Сверху виден двор. Видны кусты, видна трава. Хотелось бы, конечно, чтобы травка-то получше была. А то там, знаете, такое ощущение, что подтоптанное. Ну и, конечно, деревьев чуть хотелось бы побольше. Двери. Двери у всех одинаковые. От застройщика. Застройщик говорит, что здесь есть шумоизоляция. Надеюсь, что она есть. Двери смотрятся красиво. Социализованная нумерация квартиры на везде. Здесь есть глазки от застройщика, нормальная фурнитура. Здесь даже, обратите внимание, что очень удобно сделано, во-первых, звонок на уровне выключателей. Это классно и современно. И здесь есть вот такая вешалка. То есть ты пришел, приехал в комплекс, зашел в магазин с продуктом, повесил сумку, повесил пакеты с продуктом и открыл, взял и пошел. Вот это, кстати, здорово. Небольшое, конечно, количество квартир. И вот внешний вид очень нормальный. Единственное, что к чему можно докопаться, это вот к этому клапану. Смотрится, конечно, это не супер. Если было бы закрыто, забрал цвет стен, смотрелось бы, конечно, лучше. Ну и плюс здесь могли бы зашить, конечно, коробом гипсокартоном. Смотрелось бы это лучше. Но, видите, видны вот эти трубы. Видны, соответственно, короба металлические, где идут коммуникации. Идет там электрика и все остальное. Ну, с одной стороны, конечно, это дешевле. Но с другой стороны, немножечко... То есть надо отдать должное застройщику, что сделано классно. То есть он думал о людях, а не только о том, как можно больше заработать денег. Выходим на лестничный марш. Вот смотрите, обратите внимание, такие же обычные, недорогие перила. Сделано аккуратно. Смотрится нормально. Ну, вот здесь, конечно, когда окрашивали, могли бы отмыть краску. Краску, конечно, до конца не отмыли. И вот это портит. Вот именно в этом подъезде портит внешний вид. Я был в другом подъезде, и такого я там не видел. То есть там достаточно чисто. Вот это не отмыто. Это вот косяк застройщику. Если бы это бывало, было бы намного лучше. Из всех комплексов, что я видел эконом-класса, это, пожалуй, самый приятный и красивый жилой комплекс. Что делать, если у вас нет карнизов и штуров? Вот так надо делать, друзья. Вот так. У балконов и лоджий у всех остекление холодное и от застройщика сплошной алюминиевый профиль. Здорово, что здесь застройщик построил пятиэтажный паркинг с магазинами и общепитом. Здесь нет проблем. Все в шаговой доступности прямо в твоем комплексе. Обратите внимание на количество маршрутных транспортных средств, которые идут до станции метро проспект Большевиков. Сколько их много. Есть даже своя пожарная часть. Обратил внимание, что на лоджиях и балконах первого этажа вот внизу видите такое зеркальное остекление. То есть ты, соответственно, не видишь, что происходит там, но при этом оттуда все прекрасно видно. Видите, это здесь, здесь и с другой стороны понимаешь, что это от застройщика. У домов разный окрас фасадов. Смотрится по мне красиво. Архитектура тоже достаточно интересная. То есть вроде с одной стороны все просто, но зато с другой стороны понимаешь, что и через 10 лет эти дома будут смотреться достаточно интересно. О, ровненько. Стройку хотите увидеть, друзья? Пойдемте. Хорошо дорогу, кстати, делают. Песок, геотекстиль, канализация. Нормально тут, смотрю, все будет. Так раз видно, сейчас идут земляные работы и прокладывают трубы для теплотрассы. А вот о чем я вам рассказал в самом начале ролика. Монолит и газоблок. Перемычки, кстати, из металла и окрашены порошковой. Краска эта как надо. Молодцы. А сверху, вот видите, такая небольшая щель. И видно, что она зачеканена утеплителем. Видим отверстие. Это для вентиляции. Это вот очень здорово. Можно, кстати, даже дома поставить рекуператор. Чтобы лучше приклеивался базальтовый утеплитель к поверхности, все вот эта площадь, видите, синим цветом проходит, специальным составом для лучшей адгезии. Гидроизоляция, утеплитель Пеноплекс, газоблок и базальтовый утеплитель в 10 сантиметров толщины. Ну что, давайте посмотрим по применяемым материалам. Это что у нас, плиточный клей? Да. А, это клей для крепления как раз утеплителя Керезит. Вижу, что застройщик не экономит. И обратите внимание, что это Рокул. Это один из лучших базальтовых утеплителей, что есть на рынке. Вот арка, видна вот черная, это гидроизоляция, утеплители из Пеноплекса. Слушайте, здорово. Мне вот, например, качество, то, что я вижу, пока нравится. Давайте-ка мы зайдем вовнутрь и посмотрим. Ну, входная группа, конечно, выглядит пока вот так. Первое, что бросается в глаза, это стена из газоблока. Вот здесь видно, какой-то есть недостаток. Плохо промазали, то есть вот это нужно все нормально промазывать. Такое, знаете, ощущение, что вытащили, обратно поставили. Забыли приклеить. Лестничные марши. Вот видите, вот здесь можно видеть, наблюдать, что они уже заводы. Их сюда просто краном поднимают, монтируют и потом обваривают. Монолит. Здесь что-то пошло немножечко не так, но страшного в этом ничего нет. Одно из основных мест для звукоизоляции, чтобы она была хорошей, если вот эти технологические отверстия, здесь крепится палубка на винтах, если здесь их хорошо зачеканивает застройщик, то вопросов по звукоизоляции вообще не будет. Восьмой этаж. Выход с лестницы. Здесь будет в дальнейшем дверь. Грузопассажирский лифт. Видите, уже леса поставили. Скоро будет полосе ставить. Вот они, плиты. Вот так будет ванна здесь и комната. Это, друзья, студия. Вентиляция сборная. Уже завода идет монолитная. выхода коммуникаций. И здесь здорово, что бетонные стены к обоим квартирам. Будущий балкон. Газоблок. 20 сантиметров. Базальтовый утеплитель. Красота. Какой запах. Слушайте, здесь очень свежий воздух. Здесь даже не пахнет ни бетоном, ни газоблоком. Видим, что газоблок не доходит до монолитного перекрытия. Остается такой технологический зазор, который здесь застройщик зачеканивает утеплителем. И вот хотелось бы посмотреть, конечно, на этот весь процесс. Да и поближе. Если зачеканено, все хорошо, то не будет никогда ни промерзания, ни продувания. Хо-хо-хо! Это лидер. Самый лучший утеплитель финского производства торговой марки Порок. Или Порок, как правильно. Офигеть! Друзья, смотрите. Здесь пасутся коровы и лошади. Крутяк. Блин, вид, конечно, здесь будет отпадный. Двор здесь гуляет дети, а здесь пасутся животные и лес. Смотрите, какая красота. Самое классное, что выходы на лестничную площадку, они все из бетона, то, соответственно, здесь нормально и крепко стоит обычная входная дверь. Вот здесь мы видим, что уже из позагребневых плит выстроили стену. Стены строятся быстро. Перемычки тут, в принципе, вообще не нужны при применении этого блока. Это у нас еще одна студия. И, слушайте, здесь достаточно комфортно. Мне это нравится. Здесь будет небольшая кухня и место для жизни. И еще сейчас вам покажу один нюанс. Обратите внимание, вот видите, здесь есть выступ. Застройщик заморочился, его сделал. Соответственно, сюда нормально встанет наличник, когда будет устанавливать дверь сюда и также с одной и с другой сторон. А вот еще один нюанс. из ванны комната, ой, из ванны стенка к соседям из газоблока. И вот сам основной вопрос вот к этому месту. Потому что чем плотнее материал, тем лучше звукоизоляция. Вот здесь сразу будет вопрос, будет ли слышно меня, когда я буду здесь мыться и петь свои любимые песни. А вот эта же стенка только из соседней квартиры. И здесь это однокомнатная квартира. Смотрите, что здесь получается у застройщика стенка, которая из ванны, она из двойного блока. Ух ты! Смотрите, что здесь делает застройщик. Монолитную плиту обкладывают тоже блоками, а потом соответственно позагребнивают блоками, а потом соответственно это все шпаклянут и поклеют обои. А что мне еще здесь понравилось в планировочных решениях, это большие ванны, там 3,95, 4 метра и более квадратных метров по площади. Это очень здорово, когда у вас большая ванна, много света, много площади и все туда помещается. Классно то, что в планировочных решениях двух- и трехкомнатные планировки, они на обе стороны, так называемая квартира-бабочка. Это очень здорово, что открыл в одной комнате с одной стороны окно, с другой стороны и ветер туда гуляет и соответственно очень быстро все проветривается. Это класс. Ну и соответственно вид. Ты смотришь и во двор, и соответственно на улицу. Это здорово, я считаю. Ну и соответственно сейчас мы с вами двухкомнатную квартиру можем посмотреть. То есть она обычной, классической планировки. Входим, прихожая, комната раз-два, еще одна комната, сейчас посмотрим, кстати, где кухня, ванная и туалет. Вот видно перемычки из бетона, это делает сам застройщик. Небольшие по площади комнаты, но здесь все достаточно уютно. То есть здесь для того, чтобы поспать, места будет предостаточно. У меня есть вот такой помощник, это электронная рулетка. Проем 0,75 сантиметра. Ну соответственно здесь дверь, я понимаю, как раз будут 70 сантиметров. нормальный. Классно то, что газоблок клеют на специальный клей, а не на цемент. И после того, как приклеили, еще проходят швы, все сделано соответственно по технологии. Выходим мы с вами, друзья, из этой комнаты. Ванная, туалет, комната. И вот видите, здесь две секции. Вот это специально технологический проем, потом его заложат газоблоком с двух сторон и утеплителем. Между секциями утеплитель. Это называется полистирол, но в простонародье обычный пенопласт 5 сантиметров толщину. Это сделано для того, чтобы строителям было удобно ходить. Вот здесь мы, кстати, видим, что стены обработаны специальным средством для того, чтобы нормально держалось. Они, не знаю, будут штукатурить, либо они просто здесь будут шпаклевать. Если здесь уже выровнены, выложены ровно стены, то кроме шпаклевки здесь уже больше ничего не нужно. В принципе, можно даже просто покрасить и забыть. Пошли дальше смотреть. Здесь у нас козлик стоит и еще одна комната. Конечно, для меня большой плюс это просто огромнейшие окна. Обратите внимание, какой проем. А вот чтобы быть неголословным, давайте-ка мы его с вами померим. 1,7 метра в ширину и почти 2 метра в высоту. То есть со светом здесь проблем точно не будет. Молоток, рулетка, уровень и, соответственно, ножовка для газоблока. Здесь у нас есть обычный строительный уровень. Друзья, обратите внимание, что монолит идеальный. По вертикали просто идеальный. ну-ка, что со стенами? И стенки ровные. Круто. Здравствуйте. Вы строили, да? Да. 5 баллов. Вы строитель, да, сами? Да. Учились? Да. Вас как зовут? Да. Андрей. Очень приятно. Слушайте, хороший дом, хорошее качество, мне нравится. Это арматуру, прокладываете? Через сколько рядов арматуру прокладываете? каждые три ряда прокладываете арматуру. Супер. Вот остатки от нее. Все понял. Спасибо, не буду отвлекать. Вот они все закрома, друзья. Так, сверху, в общем, коридоре я вижу трубу для отвода воды с кровли. Вот они, видите, перемычки, которые здесь делает застройщик, и у нас будет вот раз комната, два комната, туалет и ванна. Вау! А только представьте, если здесь было бы одно большое такое окно панорамное, было бы, конечно, здорово. Только обратите внимание, какой красивый вид. Вот здесь построено, знаете, такое ощущение, что это то ли магнит, то ли пятерочка будет. И вот отсюда как раз вот все видны дома. Слушайте, по мне, это вот, ну, лучше этого комплекса, я вот, честно говоря, в этом сегменте не видел. Вот кран привез материал, газоблоки, газобетон, АЕАБ, евро, аэробетон. Легкий, прочный, экологичный. Ну, что, пойдем посмотрим, что у них на кровле. Ну, а здесь уже на порядок ниже. праймер битумный и капал. Слушайте, блин, классный материал и применяет застройщик. Капорол. Офигеть. Так, это на что выходы вентиляции. Вот сюда будет уходить вся вода. Здесь уже видно, что сделали наклон. потом будет утеплитель базальтовый, либо это будет полистирол по технологии. Так, вот это у нас должны быть, вот отсюда в воздух должен выходить из вентканалов. О, вот здесь я впереди вижу, уже сделали гидроизоляцию. Так, идемте смотреть. Вот они, две блок-секции, кирпич, полистирол 5-сантиметровый, что мы видели, и капал. Здесь кровля, круто. Здесь разные материалы применяет застройщик. Вот они, грибки вентиляции. Вот вентиляция из ваших квартир, то, что выходит в воздух. Слушайте, здорово, молодцы, приятно, очень приятно. Слушайте, я, я реально очень доволен тем, что я вижу. КВС-красавцы. Вот реально умеют строить, когда смотришь на их проекты, то видишь, что все хорошо, нигде ничего не отваливается. Вот здесь как раз видно, что уже строители уложили первый слой гидроизоляции, и потом сделают второй слой. В общем, поверхность такая классная, она, знаете, такое ощущение, что как будто лед, но это битум. Очень круто. Ну и, конечно, открывается с самой высокой точки этих домов. Это у нас получается какой, восьмой, там, восемь с половиной этажей, вид на весь комплекс. Смотрите, здесь лес, там лес, здесь лес, и вот там, вдалеке, лахта центра, башня даже видна. Блин, место, конечно, здесь сказочное для жизни, и мне здесь все нравится. Пока что, вижу я, все нравится. О, строители, видно, с обеда пошли. А еще мне может быть все хорошо, надо что-то пойти, найти какой-то дефект. Вот я их пока не вижу, но не бывает такого, что все делает идеально. Пойду смотреть, искать. Вот, получается, видите, немножко уровень ушел, и, соответственно, застройщик это все стачил, или спилил, видите, как механически видно следы от инструмента. Ну, как раз стрелками, здесь как раз рисовали прорабы, где что нужно убрать. Ну, вот здесь, конечно, есть небольшие вопросы, почему, либо здесь нет добавок, либо плохо провибрировали, потому что бетон здесь при соединении двух плит не очень-то и плотный, как должно быть. Вот видите. Третий этаж. Вот здесь, видите, это, я так понимаю, шпаклевка, наверное, они их отшпаклевали. Электриком провели, подрозетники сделали, здесь штукатурили, штукатурка механическая, слой достаточно толстый, здесь около 2-2,5 см. Здравствуйте. Вот, а там, видите, все серенько идет, когда становится вот такое белое, либо желтое, и глаз даже радует. Керамический блок, теплая керамика. Ну, да, вот здесь, видите, можно посмотреть, здесь у нас где-то около сантиметра-полтора, а здесь, конечно, у нас слой достаточно толстый, где-то 2,5 см. Могли бы сэкономить и сделать чуть меньше. А вот как раз и вход в дом тепла. И вот туда, в цоколь. Знаете, давно у меня такого не было, чтобы пришел, посмотрел, и реально все нравится. Недостатки, конечно, есть, но это вообще мелочи незначительно. Поэтому, конечно, и дома, которые сданы уже в восемнадцатом году, то есть домам около двух лет, может быть, чуть больше, и они в таком хорошем состоянии, потому что зачастую бывает дома, что застройщики сдали, а через год на них смотреть реально страшно. Столб для уличного освещения, где, знаете, просто такая здоровенная свая, залитая в бетон. Через какое-то время здесь будете прогуливаться по пешеходной дорожке, а здесь будет дорога к вашему дому. А здесь будет электрическая подстанция маленькая для дома. Но зато напротив домов огромные поля с борщевиком. Это, к сожалению, не вина застройщика или к счастью, но с этим, друзья, нужно что-то точно делать. Пундуловские озера, жилой комплекс Ясно-Ясино. В общем, иду, чтобы показать вам озеро. Небольшая речушка протекает. Вот такая красивая дорога. Очень живописно. Видно, что хорошо здесь места посещаются. Видно, что очень много осталось золы после шашлыков. Всего пять минут и здесь просто настоящая красота, настоящая природа. Смотрите сами. Смотрите, как красиво. Здесь такой стоит аромат от леса. Очень красивое озеро. Очень. И это всего в пяти минутах от вашего дома или вашего будущего дома. И вот посмотрите, друзья, какая красота. Купание запрещено. Спасибо вам за то, что запрещено. Озеро очень красивое. Я представляю, летом здесь скорее всего аншлаг. Пять минут всего от дома и вы уже на берегу вот этого прекрасного озера. очень здорово, я считаю, когда твой дом находится прямо в самой природе. Вокруг тебя лес, озера, большое количество мест, куда можно пойти и погулять. И это озеро, кстати, друзья, здесь не одно. Не знаю, конечно, как вы, но прогуляться по лесу, который просто находится у дома, это очень здорово. Свежий, ароматный воздух, хорошее качество строительства, открыли детский сад, есть школа, что еще нужно для комфортной жизни, друзья? Если вам, как и мне, не нужны клубы, какие-то громкие мероприятия, огромное количество людей, высокие дома, какая-то движуха, то вот это комплекс, друзья, для вас. Кроме своей интересной геометрии, вот как расположены непосредственно дома, за счет чего достигается и комфортное расстояние между ними, есть нормальная дворовая территория, и место для машин, и место для прогулок детей и взрослых, и что мне нравится, что можно из-за двора во двор пройти через вот такую и вот такую арки. Это класс. школьный автобус возит детей прямо до школы, вот это здорово, друзья. Екатерина, Наталья, я, Андрей, друзья, вы уже знаете, есть ли жизнь в Ясно-Ясино? Ясно-Ясино. Ясно-Ясино точно. Нравится вам здесь жить? А где гуляете, кроме вот этого променада? В лес можно пойти. К озеру ходите, Нормально там с коляской? Ну, там, конечно, кочки. Не, можно пройти. В маршрутах я вел там целую кучу, я так понимаю, проблемы нет. Можно и до Ладожской, и до Большевиков спокойно. Проблемы есть. Хорошо, сейчас, какие там большая очередь на маршрутке? Нет, пробки. Пробки? Основное, я так понимаю, это природа и лес. У вас эти из окон лес виден? Да. Квартиры, я понимаю, видовые, там дороже, да, застройщик продает? Да, дороже. А как качество от застройщика? Обои уже успели отвалиться или еще нет? Нет. Качество замечательное. То есть, все нормально. Соседи слышите? Не так, как в старых домах, где мы в городе жили. Здесь похуже слышимость. То есть, не так слышно, как в тех домах, которых вы жили до этого? Мы жили в этом городе. С водой какие-то есть проблемы с отоплением? Нет. Все в порядке. Кстати, поликлиника где ближайшая? Поликлиника мы тоже пока прикреплены в городе. в городе. Здесь есть семейный доктор, но здесь нет специалистов. Это частная поликлиника? Это частная, да. Здесь можно по УМС, но узких специалистов нет. Все равно в город приходится ездить. Во все лошадь ездите? Там, кстати, хорошая поликлиника. Мы специально выбирали. Мы когда сюда приехали, увидели этот комплекс, нам очень понравилось все, что это не такая застройка высотная. Например, как Пудрово поезжаешь, видишь, я бы не хотела там жить. Друзья, комплекс на меня произвел действительно приятное впечатление. Мне нравится то, что малоэтажная застройка в 8 этажах и мне реально понравилось качество строительства. Вот это нужно дать должное застройщику. Ну и также скажу, что здесь чисто и аккуратно это уже заслуга управляющей компанией от застройщика. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, поделитесь ссылкой на этот ролик, подпишитесь на канал, а я с вами как обычно не прощаюсь, а говорю до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok